Здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего урока Наследственная изменчивость, комбинативная и мутационная изменчивость На предыдущем уроке мы с вами узнали, что такое изменчивость и охарактеризовали два ее вида, а именно фенотипическую или модификационную изменчивость или же наследственную или генотипическую изменчивость Модификационная изменчивость не связана с изменениями в геноме и не передается в последующее поколение А вот наследственная изменчивость связана с изменениями в геноме или возникновением новых комбинаций генетического материала и передается следующим поколениям И сегодня мы как раз поговорим о наследственной или генотипической изменчивости и охарактеризуем две ее формы или два ее вида. Наследственная изменчивость обусловлена изменениями в генетическом материале и является основой для разнообразия живых организмов, а также главной причиной эволюционного процесса, поскольку поставляет материал для естественного отбора. Наследственная изменчивость проявляется в двух формах, а именно комбинативной и мутационной. В основе комбинативной изменчивости лежит половой процесс, в результате которого образуется множество разнообразных генотипов. Генотип, как вы знаете, представляет собой сочетание генов обоих родителей. Число генов у организмов исчисляется тысячами или же десятками тысяч. При половом размножении комбинация генов приводит к формированию нового уникального генотипа и фенотипа. У любого ребенка можно обнаружить признаки, типичные для его матери-отца. Тем не менее, даже среди близких родственников не найти двух абсолютно одинаковых людей. В чем же причина такого огромного разнообразия? Они лежат в явлении комбинативной изменчивости, и давайте рассмотрим ее основные истоки. Появление зеленых гладких и желтых и морщинистых семян во втором поколении, отскрещивание растений желтыми гладкими и зелеными морщинистыми семенами – пример комбинативной изменчивости. Рекомбинация генов, основанная на явлении перекреста хромосом или явлении крессинговера, является вторым очень важным признаком комбинативной изменчивости. Мало того, что каждая наша клетка несет хромосомы дедушек и бабушек, определенная часть этих хромосом получила в результате крессинговера часть своих генов от гомологичных хромосом, принадлежавших ранее другой линии предков. Такие хромосомы называют рекомбинантными. Рекомбинантные хромосомы, попав в зиготу, вызывают появление признаков, нетипичных для родителей. Третий очень важный признак комбинативной изменчивости – это случайная встреча гомет при оплодотворении. В моногибридном скрещивании возможны три генотипа, например, А большое-А большое, А большое-А малое, А малое-А малое. Каким именно генотипом будет обладать зигота, зависит от случайной комбинации гомет. Все три источника комбинативной изменчивости действуют независимо и одновременно, создавая большое разнообразие новых генотипов и фенотипов. Однако новая комбинация генетического материала как легко образуется, так легко разрушается при переходе из поколения в поколение. Поэтому в потомстве у родителей, которые имеют какие-то выдающиеся признаки, появляются особи, явно уступающие родителям. А теперь мы поговорим о мутационной изменчивости. Возникновение изменений в наследственном материале, то есть в молекулах ДНК, как раз и является мутационной изменчивостью. Причем изменения могут возникать как в отдельных молекулах ДНК, то есть в хромосомах, так и в числе этих молекул, то есть в числе хромосом. Мутация или появление мутации в первую очередь связано с условиями внешней и внутренней среды. Впервые термин мутации был предложен голландским ученым Гуго де Фризом. В 1901 году Гуго де Фриз исследовал признаки у растения ослинник или энотера, это второе название этого растения, который хорошо произрастал на юге Голландии. Он обнаружил, что хотя у этого растения способ наследования в целом был четкий и предсказуемым, тем не менее в потомстве случайно появлялись признаки, которые ранее не наблюдались ни в одной из родительских линий. Дефриз предположил, что эти новые признаки были фенотипическим проявлением видоизмененного гена или изменения гена. Дефриз также предположил, что этот измененный ген передается по наследству совместно с другими генами. Он предложил назвать эти наследственные изменения мутациями, а сам организм мутантом. Таким образом, сегодня мы с вами рассмотрели комбинативную и далее определение мутационной изменчивости. А на этом наш урок закончен. Всего вам доброго. До свидания.